Ну, здравствуй. А ты что, за историей пришел? А, ну хорошо. Сейчас расскажу, только пойду умоюсь и глотку промочу очередным стаканом за упокой таверны, ибо истории стали никому не нужны. Но, да, раз вы, господа, заинтересовались чем-то другим, то у меня для вас есть кое-что. Может, вам еще хотя бы интересна история забытых королевств? А? Ну, если это так, то настоятельно рекомендую зайти на канал под простым названием Лор. Там вы сможете узнать много информации об истории рас и городов, также о различных монстрах и божествах. Подписывайтесь, должно быть очень интересно. Ну, а я за очередной кружкой и поведаю тебе историю о том, кто же такой Коул. Давай, чокнемся и приступим к истории. Коул — это дух, который имеет обличие молодого юноши лет 20. Коул жил в нижних ярусах белого шпиля и является спутником инквизитора. Одеяние Коула — это старая, грязная, потрепанная одежда, носит которую он по причине того, что другой у него нет. Внешность юноши весьма странная. У него светлые волосы, которые небрежно спадают на глаза. Мутный взгляд, несмотря на то, что данный персонаж выглядит как человек, его настоящая раса никому неизвестна. Даже сам Коул слабо понимает, к какой расе он относится. Он разбойник и дух в одном лице. Коул является призраком в тенях. Он абсолютно незаметен людям, способен теряться в толпе. Более того, люди его попросту не видят и не запоминают. Те, кто его увидел, никогда не будут помнить о странном юноше. Благодаря своей способности, Коул с легкостью пробирается среди толпы, растворяясь в ней. Это дает ему возможность в любой момент ускользнуть от преследователя и с легкостью убить противника таким образом, чтобы этого никто не заметил. В считанные секунды он может перерезать горло и внезапно исчезнуть из поля зрения. Говорят, что те, кто его хотя бы раз видел, со временем забывали о его существовании. Да и сам Коул не может точно ответить, кто он и существует ли он вовсе. Он дух, который по какой-то причине застрял между миром теней и столь гнетущим и запутанным материальным миром. Но является ли Коул существом материальным или же он просто демон, вселившийся в юное тело парня? Даже Коул не может дать на этот вопрос ответ. Но есть то, в чем Коул уверен на все сто процентов. Он знает, что мир, в котором он ныне бродит, полон жестокости, боли и насилия. И как бы он этого не хотел, ему придется занять в этом мире свое место. Для тех, кто помогает слабым и беззащитным. Для кого честь и совесть на первом плане. Коул будет чудаковатым, но верным союзником. А вот те, кто любят власть и пользуются ей в своих корыстных целях, скорее всего никогда не увидят странного парня. Или же очень быстро забудут о том, что когда-либо его знали. Друг мой, если ты играл в Dragon Age Inquisition, как тебе был этот персонаж? Лично мне он очень запомнился. Хоть мы множество раз и повторили только что, что запомнить его сложно. Персонаж очень оригинальный и интересный, на мой взгляд. Вот, давай-ка здесь вот сейчас разместим голосование. Хорош ли этот персонаж? И решим голосом большинства. Кто как считает. Ну, а я же пойду дальше напиваться. Да, да, да. До скорой встречи, дорогие друзья, в фэнтези-таверне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова